Итак, все начинается с такого вот кабинета примерно, куда нас любезно пригласил врач Евгений Александрович. Он занимается, как правильно сказать, чем вы занимаетесь? Слечением реабилитации. Реабилитация. Центр реабилитационный и он уникальный, потому что в России таких центров, ну вот собственно один первый, и сейчас строятся другие, но мы первенцы, мы гордость этого региона. И многие вот думают, ехать ли им в Германию на восстановление, ехать ли им после какой-либо травмы, ехать ли им в Москву. Наоборот, друзья, из Москвы летят сюда, чтобы реабилитироваться, чтобы восстановиться, чтобы чувствовать себя хорошо. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Ну вот собственно беспокоит меня немножко позвоночник периодически, беспокоит очень оригинальным способом, у меня начинает сокращаться мышца на день. После чего я немножко занимался вытяжкой, выпропил лекарства, занимался, собственно, гимнастикой лечебной и ходил по лесу. Ну и собственно как-то восстановил все до состояния того, что это не сильно беспокоит, ну или практически не беспокоит. Но тем не менее вы говорите о проблеме, значит она, ну и есть, наверное, периодически я ее чувствую, да. Летим, ребята! Летим, ребята! Часто мы в упражнениях используем фиксацию рук. От каждого пациента все равно подбираем необходимую, то есть в виску, где-то разгружаем, где-то нагружаем. Вот, и в таком положении создается разгрузка, в основном сейчас здесь с поясничного отдела. Так, а у нас слева больше, да? Там гипертонус, здесь пароват тоже приличный. Боли где больше беспокоит? Да, особо боли нету. Особо боли нету, да? Сковано себя чувствую. Так, ну что, начнем работать. Начнем работать. Это мы вытягиваем руки перед собой. Вот, и тянемся, тянемся, тянемся. Вот, и правили ноги тоже в сторону. И расслабимся. Хорошо. Движение должно быть плавным, подконтрольным. Шею стараться не напрягать. Хорошо? Да. Сейчас, то есть мы добиваемся расслабления в этом положении, обычно в начале занятия. А в дальнейшем мы начинаем включать работу, называемые спящие мышцы. Давайте здесь. Это просто счастье. Попробуем то же самое сделать, но справа. Вот. Оп, опускаемся. Опускаемся, опускаемся. Тяжелее с этой стороны делать? Да. Почувствовали, да, сразу? Да. Почувствовать можно сразу по завалу таза. То есть наша задача, когда мы ходим, у нас проваливается одна сторона. И когда движение обычного шага происходит, мы, почему я прошу, вот, подключаем немножко таз в правую сторону. Хорошо? То есть подкручиваем внутри. А в чем тут проблема? Это проблема задней цепи, это либо ягодичная мышца. Вот. И эта проблема больше все-таки слева. Да, да. Она и есть. Да? Ну вот это левая проблема. Я с вами и не беседовал, да? Вот вы все и вычислили. Да. Это все регулируется, это можно подправить на самом деле. Я говорю, это отработка правильного шага на самом деле. То есть мы видели сейчас. И на задачи, когда мы идем, то есть у нас что-то не было, закидывание ноги, да, часто бывает. Мы должны контролировать таз, как я говорю, помните, подкручивать таз. Да, вот она работает, вот она будет быстро. Здесь мы опирались руками, опирались с затылком, лопатками и нога была. Мы можем настигать то, что будет опора только на лопатки, небалансировочной платформы и нога. Все. Соответственно, будет включаться больше мелких мышц стабилизаторов и активность движения будет выше. Ну, это вот как один из вариантов, чем интересен этот тренажер на самом деле. Здесь можно заниматься, как и людей, людям раннего постоперационного периода, ослабленным, да, после пятого дня. Обычно ему уже даже, я брал пациентов после пятого дня. Так и спортсменов высокого спортивного мастерства. Так что, я, насколько я знаю, норвежцы, биатлон, лыжи, очень любят эту методику на самом деле в своих подготовках. Понравилось? Вообще здорово. Ну, и теперь так же попробуем на немножко другой уровень. Полюшко интереснее за мной. Я платформу побыстрее поставлю. Хорошо, продолжаем. Сейчас платформа идет в другую сторону. Вот. И видите, привыкание закончилось. И вот сейчас, да, вот вы просто работаете, получается, колено-суставы включаются. Они автоматически сгибаются, сгибаются. Да. Для того, чтобы поймать реновесик. Это забедренный включился. Стабилизаторы спины включились. Мышцы пресса включаются. От них никуда не деться. Ощущения просто удивительные, господа. Работают все мышцы. И те, о которых раньше не знал, не предполагал, что они существуют, начинаешь их чувствовать и просто счастлив от этого. Ну, сейчас с вами поработает доктор Анастасия Федоровна. Ну, а я сейчас провожу. Он будет занятий на пневмо-тренажерах. У нас таких в полтайском экране никого нет. Они отличаются тем, что они все безопасны. Вот. Там амплитуда движения более плавная. Там все отработано. В плане того, что мы можем регулировать как амплитуду, так и мощность на экране световодоится. Анастасия Фернова с этим ознакомит. И программа эта темащика хороша, что все ваши данные тренировок сохраняются. И мы можем по поводу дела анализировать. Там не будет никакой самодетельности, потому что сюда мы можем понять, сколько вы сделали подходов, с какой мощностью. Не обманешь. Вас не обманешь. Да, нас не обманешь. Потому что, говорю, то есть такие моменты возникали, что я тут делал, все хорошо, мне легче не стало. Мы смотрим, мне человек не делал то, что нужно. Да. Так, ну, пойдемте, я вас провожу. Хорошо. Крымки, которые там. Хорошо. Садимся. 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 Под каждого клиента мы подстраиваем обязательно. То есть на компьютере создаем пациента, да, либо клиента. Указываем то, что мы хотели бы с ним сделать, какие тренажеры. И все это отбиваем в компьютере. Сколько повторений, сколько килограмм мы добавляем. Плюс тренажеров, то, что можно добавлять по... Все тут написано осталось и выполнено. Да. Поэтому вот все, что осталось, все наше. Да, потом покажу на следующем. Сейчас тренажер подстроится. Под каждого пациента тренажер подстраивается. И потом, когда приходит пациент со своей меточкой, да, либо браслетом, либо чипом, приложил. И все восстановилось. Вся настройка. У нас сейчас с вами общая. Да. Поэтому мы скорректируем. Я вам покажу. Пациент может отслеживать, как работает правая, левая нога, какую нужно добавить, какую нужно уменьшить. Сейчас посмотрим. Раз, воните. Хорошо. Будем на сгибание ног работать с вами. Хорошо. Начнем с 9,5 нагрузки. Здесь нагрузка другая, не как в обычных тренажерах. Три. Два. Один. Хорошо. Хорошо отдыхать. Кошка. Теперь мы сделаем с вами на разгибание. Ну, скажу вам, господа, это непросто, но приятно. Приятная, хорошая нагрузка. Голову не опускаем. Сидим ровно. Сидим ровно. Дышим ровно. Настроение прекрасное. Бодрое. Бодрое. Веселое. Жизнерадостное. Устойчивое. Победное. Чудное. Великолепное. Отдыхаем. Вот так, да? Да, ровно. Ровно, просто. Прямо. Все. Можете держать. Да. Отлично. Тоже не резко, плавно. Выпрямляйтесь. Все, начнем. Вот и пошли больным стилем. Вот так вот, представляете, там худовые гири буквально. Тяжелее, тяжелее, тяжелее просто. Ухе, блин. Очень тяжело, да? Вот так вот, поехали ручкой вперед и вниз. Вот. Стараемся пыли, да. Вот, хорошо. Восемь, господа, поехали в лесу на велосипеде, пришли в бассейн и сделали то же самое. Все укрепили, что могли. И что не могли, тоже. И что не могли, попробовали укрепить. Так, я левую тубу. Да, крутим педали. Идем на медали. Обычно тренировку заканчиваем, собираясь в своем время. Пациентам очень нравится. Самое любимое упражнение? Наверное. Трудно с этим поспорить. Счастье продолжается. И мы погружаемся в джакузи. Это не просто джакузи. А это сплошной массаж. Просто сплошной массаж, доложу я вам. И это, конечно же, просто неимоверное счастье, легкость бытия и фантастика. Наслаждайтесь. На этом, господа, обретя здоровье, мы покидаем территорию здоровья. Желаю при этом всем наполняться энергией, бодростью и здоровьем. Приходите сюда и будьте счастливы. Так, как счастлив сегодня я. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!